Вы знаете, что такое дрыжки? О, слушай, там газовый баллон. Смотри, здесь есть шкура. Знаешь, кого я еще ловила? Ну, синицы. Вот это я обожала еще больше всего. Драники и казинак. Так, ребят, время 4. Мы хотя бы чуть-чуть хотим прогуляться по маршруту, посмотреть, хоть он пешобельный или нет, можно ли там пройти. А это, ребят, у кого-то очень много цемента осталось, вот решили вот так подъехали и слили. Смотрите, какая кокурка. Меленковцы знают такое слово, как кокурка. У всех остальных были в детстве кулички и пасочки. А у нас кокурки. Да, и такой вопрос, ребят, кто-то знает? Вот напишите, пожалуйста, кто не меленковцы. Вы знаете, что такое дрыжки? Дрыжок. Ну или дрыжки. Давайте в комментариях пишем. А мы все почитаем. Слово дрыжки или существительный дрыжок. Дрыжок. Валюш, Валюш, пошли, Валюш. Все, хватит. Вон туалет есть, Валюш. Смотри. Вон даже, посмотри, там есть даже руки помыть. Да. А здесь нормальная. Ну там занавески висят. Ну смотри, потолок-то полный. Ну вот второй этаж не сделаный, а первый вроде сделаный. А что там лежит? Пойдем посмотрим. Да. Какое-то же жилище. Жилище нашли, ребята. Что-то это грибы какие-то сохнут. Ага. Хлеб. Вон мыло есть. И вот смотри, из канистры сделан краник раз. Ну да, вот это бутыль. Тазик вон. Угу. А вон смотри, какая бутыль. Угу. Ага. Это кулер, видишь там этот? Да, видно. Нам не надо. О, смотри. Давай здесь посмотрим, что-то. О, слушай, там газовый баллон. Какая-то еда. Все тут, ну типа, как кто-то жить мог. Еда есть? Не, не еда, кастрюли. Ага. Всякие большие миски. Бидон стоит, это алюминиевый здоровый. Газовый баллон. Ну нет, холодно, конечно, тут жить. Да, выглядит жилой. День особый тебе скажу. Угу. А пойдем. У нас нет ни вариантов. А пойдем мы здесь посмотрим, может можно зайти. Мы уже не знаем. Сейчас кто-нибудь убил. Пойдем. Вон там трактор, а у трактора возможно есть солярка. А там не вазик еще, смотри. Угу. Поддонный какой-то не может. А, это не вазик, это рафик. Это древняя советская машина. Молдавская что ли она лечит. Ихо, блин. Смотри, какие луга. Альпин. Включение, что здесь что-то посажено было. Это там было. А, здесь загон для скота. Вот, это мы так хотим сказать. А, это не трактор. Не грязно только. А, вон тропинка пойдет. Ну, скота нету или может быть он придет попозже. Да нет, людей нет. А куда люди могли деться? Как нам дойти вон до той машинки? Мне так быстро тут хочется посмотреть. Ну, я же задом пройдем. Смотри, какая-то здесь. Следы. Ну, их свежих нету. Нету нету. А, свежие. А, тут решка, гляди. Собака. Здесь вот в вольер должна жить. Их, а вот здесь какие-то бревна. Идешь? Угу. Бересенка. Смотри, будка собачья. Ну, у меня никого нет. А там еще востроение. А давно отсюда ушли люди, не знаете? Да. Давно отсюда люди ушли. Здесь видишь, только собачьи следы. Здесь нет человечек. Смотри. Здесь есть шкура. Будем собрать даже стром. Здесь по сути спали. Ну, да. Видишь? Да. И вот здесь тоже, смотри, матрасы. В этом доме. Такая плитка газовая даже есть. Очень страшно. Ну. Поворот не туда. Так, нам надо наверх. Пойдем. Фильм ужас. Ну, реально. Дам кратку. Как мы залезем с тобой? Не знаю. Сможешь? Давай попробуем. Тебя-то выдержат. От меня-то навряд ли. А, блин, колючки копил. Давай, камни-то. Держи-ка. Видишь? Сейчас. Дай руку. Перчатки лучше берез. Берез. Вставай на доски. Тебя под тобой не провалится. Идешь? Идешь? Как-то так, ребятки. Как-то так. В общем, ребят, отсюда до первого озера. Озеро под названием Рыбка. Пять с половиной километров. А мы прошли два с половиной. Ну, мы что шли? Ну, полчаса, чуть побольше. Дорога нормальная. Туристы сказали на встречу нам идущие, что дойдете до рыбки. Нам выходить надо в часов 8 утра. 8 утра, Валюш. Это вообще... Я тебя разбужу без 15.6, чтобы ты собралась к 8. Как раз к 8 соберемся. А сейчас уже темнеет. Кстати, не так холодно. Ну, нет. Ну, я нормально одета. У меня двое носков. Причем, одни из них термоноски потолшерстяные носки, зимние ботинки с утеплением. Дальше... Как это называется? Не подштанники, а термобелье. На ногах, по крайней мере. Плюс дальше сверхтеплые штаны с начесом. И плюс они вот такие... Ну, в общем, оделась ты как луковица. Поколка, подальше токота, кофта, которую ты мне дал. И еще куртка зимняя, дутая, лыжная. Еще шапка, шарф, перчатки. И капюшон. Ну, в общем-то, тепло. Ну, и это главное. Главное дело — тепло. Тепло не холодно, ребят. Здесь вот, наверное, в сумерках так стрёмно станет. Здесь люди, представляешь, придет тебе к себе какой-нибудь письмник. Фильм ужасов. Пойдем, Валюша, через час будет ночь. Смотри, какие, да? Белые стали. Сталер нифига не передает. Не передает. Что, ребят, проблемы с машиной, меня не покидают. Мне кажется, засвистел ремень генератора. Засвистел. Чуть-чуть подсвистывает. Это плохо, он будет греться и порвется. Но это не так страшно. Ремень генератора. То есть, он подсвистывать не может, если его перетянуть. Я боялся, что мы, когда мы меняли ремень ГРМ, могли перетянуть ремень генератора. Но я думаю, что нет. Возможно, он ослаб даже. Поэтому подсвистывает. Но еще надо посмотреть, может быть, ремень ГУРа есть где-нибудь. Ну, я думаю, нет, этот генератор ремень, слышно прямо вон там, около колеса. Если смотреть на машину вот так в лоб, то есть, ну, под правым колесом передним машины подсвистывает. Можно, конечно, кондиционером каким-то побрызгать. И будет хуже, если подклинивает, подклинивает шкив генератора. Представляете, если будет подклинивать шкив генератора, поэтому просвистывает ремень. У-у-у! Такое себе. У нас есть солнечные панели. Как-нибудь, ребята, как-нибудь. А еще, что я заметил, я убрал заслонку от радиатора. Потому что летом она не нужна была. А у ребят, которых я покупал, она была. Сейчас я смотрю температуру. Двигатель не очень растет. Ну, возможно, что-то с термостатом. Термостат тоже, возможно, под замену. Либо дизельные моторы, которые тяжело греются. Дизельный мотор как бы греется. Он плохо на холостых. Ну и так, в основном. Надо бы, думаю, поставить ее обратно. Мотор должен работать в оптимальном рабочем температурном режиме. Чтобы с ним все было хорошо. Да, Валюшка? Да, я не знаю, чего, но да. Совсем соглашается. Нечки, как тебе? В общем-то, в детстве строила на даче террариум. Ловила туда ящериц и кормила их пауками. Как минимум пауками. Нет, я вообще-то сачком еще ловила... Бабочек. Бабочек. Потому что они вот это, конечно же, мясо тушку едят. Ящерицы? Да, конечно. А ящерицы не убегали от тебя? Слушай, ну... А у тебя какие, зеленые были или вот обычные, коричневые? Нет, нет, коричневенькие такие, коричневенькие. Еще я не любила, когда они хвосты отбрасывали. Так а ты их не бери за хвост? А я не брала за хвост. Я знаю, что это защитная реакция. Но я всегда поэтому старалась за тело ловить. Бывает, хвост отбрасывают. Да, даже если ты ловишь за тело, иногда отбрасывают хвост. Ну, как защитная реакция. Ну, короче говоря, у меня были, знаешь, такие тазики. У них были скользкие поддоны, стенки, поэтому они не вылезали. А помню, я еще старалась в живой природе устраивать террариумы. То есть просто какую-то территорию, часть участка ограждать. Ставила какие-то вот такие заборчики. Ну, конечно же, они вылезали. Но я такая, ну, блин, хочется, чтобы у меня была ящерка. Она жила в живой природе. Я пыталась создать такие условия, но у меня совсем получилось. Они убегали. Вот такая интересная история от Валюшки. Кусочек ее детства. А еще я ловила головастиков. Лягушку выращивала? Да, я выращивала лягушки. Я прям помню их период взросления. Там черненький такой головастик. Потом у него задние ножки. Потом постепенно там передний. Потом постепенно начинает отваливать, спустя сокращаться. И вот у тебя лягушата появляются. Я прям помню, я пошла на пруд. Знаешь, закинула сачок. И прямо возле камышей прям такую тушу. Прям потом эти головастики. А, слизь, да? Вот это все. Их там много черных. А, да, черных куча головастиков. Ну и вот. Посадила их тоже в корыто. Налила воды. А в целом они там сами жили. А потом уже у меня выпрыгивали лягушаты. А еще. Они маленькие появились. Маленькие, маленькие. Знаешь, кого я еще ловила? Гусениц. Вот это я обожала еще больше всего. Гусениц? Да. И у меня из них рождались большие мотыльки. И бабочки. А ты где их держала? Где я их держала? В банке. Пятилитровой. А кормила чем? С травой. Я изучала, какой они травы едят. Зеленые гусеницы? А где их ловила? Нет, не зеленые гусеницы. У меня на самом деле разные были гусеницы. А куколка? Они прям такие красивые были. А куколка до гусеницы? Или они после гусениц в куколку? После гусеницы она превращалась в куколку. В какой-то момент она уже куда-то вот так. А, все, смыкалась, да? Прикладывалась. Потом я в какой-то день прихожу, а там вот все, это куколка. Потом ты с тобой смотришь, смотришь. А потом у меня реально рождались большие такие мотыльки ночные. Ага. А цветы гусеницы какие были? Слушай, они были красивые. А вот видела, бывает ползутки пушистые, здоровые. Вот, я ловила, на самом деле, знаешь, такая была оранжево-черная, пушистая, волосатая. Она кусается? Нет. Ее можно руки брать? Нет, я руками не брала, иначе она иголки в голову пальцы. Слушай, вот у тебя из нее тоже мотыльок вылуплялся? Слушай, а вот такие, по-моему, у меня сбегали. Я не успела, они не успевали. Они у меня дойти до момента становления. Помню, я ловила как-то очень красивую гусеницу, очень красивую. Из нее получалось, я, может, сфоткану, или потом в интернете тебе покажу, очень красивая бабочка. Ну, опять-таки, она у меня, по-моему, сбежала. Ну, вот. В основном, у меня получались вот такие большие такие красивые гусеницы тоже. И знаешь, что? Я не помню, только тогда, ну, не то, чтобы интернета не было, может, и телефона не было. Я не знала, чем они питаются. Соответственно, на чем я их ловила, на какой травке, я смотрела, наблюдала, типа, знаешь, у нас сидит и... И ест травку. И ест эта травка такая. О, я знаю, чем ты питаешься. Берем. Брала, сажала, кормила. Я, по-моему, гулять даже выпускала. А ты добрая была, все-таки иногда выпускала погулять. Ну, ящериц я выпускала, прям гулять набрала. А потом они возвращались к тебе? Так я следила за ними, чтобы они не убежали. Я их караулила. Представляешь, что тебе шлейку сшить для ящерки? А есть ли эти вараны? Знаешь, такие ящерицы? Знаю, знаю, знаю. Слушай, вот у меня как-то... Декон, варан, вот такие вот. Было очень жаркое лето. Помнишь, может быть, когда горели всякие... У нас был 2010 год. Получается, да. И тогда я нашла большую такую ящерицу, очень красивую, такую серо-розовую. Она была сененькая, брюшка у нее была такой прям розовенькая. Она была девочкой, по-моему, она беременна. Я так хотела, чтобы она у меня родила. Но нет. Но они в неволе, походу, все же не родятся. А они яйца откладывают или все-таки живородящие? Слушай, по-моему, насколько я знаю, есть и такие сепии. Потому что я изучала этот момент. По-моему, все же они и такие сепии. Ребят, смотрите, сейчас буду готовить казинак. Казинак из грецких орехов. Валюш, ты готова? Вы готовы, дети? Да, капитан. Так, сейчас посмотрим. Так, ребят, что, там мед, смотрите. Мед. Прямо в орехи. Но надо, конечно, сначала мед с сахаром растапливать, а потом только орехи засыпать. Предварительно обжарив. Вот так. Короче, вот так. Все на глаз. Как-нибудь уж. Валюш, как-нибудь. У тебя оно вкусно получается? Вкусно получится? Конечно. Конечно, давайте попробуем. В вопросе ответили, что чаще всего лучше мужчины. Там 90% почти было. Я видел. Конечно. А у тебя, потому что одни девушки. А, ну да. А мужиков было бы больше, еще больше было процентов. Мы бы сами за себя отвечали. Правильно, ребят? Правильно. 100 бы было. Было бы почти, да. Лучший шеф-повара мира это мужчины, мне кажется. Конечно, шеф-повар, все мужики. Мне кто-то писал, независимости от пола, это же сексизм. Так, ребятки, смотрите, какая у нас масса. Масса супер казинак. Готовим. А мы смотрим. Мы готовим. Интересно, что же у нас выйдет? Так, ребята, ребята, посмотрите, посмотрите. Чая у нас ничего не было, и вдруг что-то может быть получится. Давай, выливаем. Вот это, блин, пирог. Ой, копыт. Пряли муравейник. Кушали когда-нибудь муравейник? Все, наверное, знают такое. Что? Все, в холод. На улицу. Прям на улицу? А куда же? На крышу прям положи. На крышу. Так, ребятки, достал я с крыши казинак, он уже остыл. Потому что, потому что там минус три почти. Холодный, замерзший, смотрите. Отковырнуть не получится, походу. Так, так. Ну-ка. Оп. Давай. Я уверен, что ты можешь. Да. Да-да, ребятки, смотрите. Смотрите, какой у нас получился великолепный казинак. Просто сказочный. Давайте его нарежем кусочками. Блин, он нельзя упакать. Это душа. А у тебя здесь вкусняшка? Как? Вау. Блин, он так быстро замерзл. Тут реально казино. В натуре. Причем магазины мне не нравятся, он слишком жесткий. Но мне кажется, это будет самое то. Это же как-то жестко. Ну нет, ты же его режешь даже. Вау. Мы оставим за камерой все остальное. Попробуй, как надо еще. Над конфетами нарезать его, нет? Не знаю. Ну вот это что. Давай. Аккуратнее, вдруг там что-нибудь попадется. Наоборот, мне кажется, если он такой был слишком жесткий, может быть, зубы сломать и так. В меду все мягенькое. М-м-м. Ну что? О, что вкусно. Очень? Очень. Очень-очень. Очень-очень. М-м-м. Я даже вон своего оставила деда. Да. Деда Валюшка своего оставила, пришла ко мне. Валюшка учится. Мне там препод какой-то. По психологии. Да. Валюшка у нас учится в институте психоанализа. Угу. В московский институт психоанализа. Так что ее никогда больше не приведешь. Угу. Блин, она очень вкусная. Причем мне нравится, на самом деле, что она такая мягенькая, что она не жесткая, потому что козинок, кто-то мне предлагал из магазина, да у него зубы можно сломать. Угу. А этот мягенький. М-м-м, чай. Давай чай. Давай чай. Сейчас будет чай. Как так, ребятки, как так. В общем, что, ребят, вот такими конфетками нарезали. Вот и все. Теперь у нас есть, что попить с чаем. Потому что мы переехали на другое место. До магазина далеко. А будем, наверное, в магазине только завтра. Ну, как-то так. Первый раз готовлю трански. С морковью. А это конфетки. Козинок. А это супер-козинок грецкий. Козинок из грецких орехов. Драники. Ну, нормальные такие драники. Хоп. Хоп. Ну-ка. Что-то у нас никак не берется. Драники. Драники, драники. Опа. Вот и все. У нас есть еда на завтра в поход, Валюш. Это на завтра в поход? Нет. Это мы возьмем завтра с тобой в поход. И сейчас. Великие, мощные драники для силы. И сейчас. С орехами. Драники и козинок. Давай, покажи мне сердечко. Покажи мне двумя ручками сердечко. Хоп. 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 Тарелочку. Ну, Валюш, давай попробуй какой-нибудь драник. Что, прям так, прям отсюда? Сметаны, правда, нет. Айрон тоже закончился. Давай какой-нибудь. Вот этот самый маленький бери. Но, наверное, самый горячий. Мне кажется, надо прям руками. Да, давай, попробуй. Ну-ка. Сейчас я уже чувствую эту корочку золотистую, поджаренную. Слышишься, как хрустит? Ничего. Вкусно? Очень. Я до сих пор... Я вам несколько раз сказала, но до сих пор удивляюсь, что тут нет капусты. А выглядит как будто они с капустой. Нет. Очень вкусно. Давай я тебе вкус опишу. Давай. Чувствуется жареная картошечка, но так как она нарезана по-другому, она и чувствуется по-другому. Так. Дальше. Чувствуется чеснок. Так. Вот. Я думала, что это соль, а это чеснок всё же. Так. Но дальше всё остальное. Золотистая корочка. Хрустим. И кушаем драники. На ночь. Сейчас ночи. Драники. Как так, ребят, как-то так. Как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде всё ништяк. Продолжение следует.